Сначала это была просто странная ошибка. Один из биологов заметил небольшое насекомое, которое казалось необычно длинным для осы. Но взглянув внимательнее, он понял, это не оса. Это богомол, идеально имитирующий ее форму и окраску. Вид получил название Веспомонтоида верлеи. Обнаруженный в Перу в 2019-м, он стал одним из лучших примеров бейчен-мимикри, когда безобидное животное маскируется под опасное, чтобы избежать нападения. В данном случае богомол не обладает ни жалом, ни ядом, но его тело окрашено в желто-черные полосы, как у настоящей осы, и даже движение передних лап копирует повадки жалящего насекомого. Что удивительно, Веспомонтоида не просто копирует внешность, она имитирует даже походку и характерные рывки, делая обман максимально правдоподобным. Хищники, увидев такую осу, предпочитают не рисковать. Механизм этой мимикрии по-прежнему вызывает восхищение у биологов. Как в процессе эволюции существо, не имеющее ни одного общего предка, смогло добиться такой точности в копировании? Ответов немного, но ясно одно – в условиях дикой природы побеждает не сила, а адаптация. Такой богомол не единственный в своем роде. Но именно его открытие стало важным напоминанием. Природа Амазонии совершенствует формы выживания миллионы лет, и иногда самое безобидное существо оказывается мастером обмана. И, как показала следующая находка, обман в природе может принимать еще более изощренные формы. Паук-декой В Перу, в районе Ману-Националь, исследователь Крис Харт обнаружил нечто поразительное. В центре паутины, висящей между ветками, находилась странная фигура. На первый взгляд – обычный крупный паук. Однако при приближении стало ясно – это не живое существо, а конструкция из листьев, веточек и остатков насекомых. В центре конструкции располагался маленький настоящий паук – мастер маскировки. Эта находка была задокументирована в 2012 году. Вид паука, предположительно из рода Секлоза, оказался способен строить декой – ложные копии самого себя, которые в несколько раз превышают его собственный размер. Эти фигуры служат как отвлекающий маневр для хищников. Нападая на подделку, они дают пауку шанс на побег. Что особенно поразительно – структура обманки включала даже правильное расположение лап и головы, а также симметрию, характерную для настоящих пауков. Это делает декой визуально очень убедительным. Такой уровень поведения требует не просто инстинктов, но и способности к повторяющимся паттернам. Исследователи считают, что это один из самых сложных примеров защитной архитектуры в мире пауков. Открытие подтверждает – в мире природы защита не только дело ядов или клыков. Иногда достаточно уметь создать правильный образ. Но есть и другие существа, которые не притворяются, а по-настоящему светятся в темноте. Светящийся гриб Возможно, самое мистическое открытие в Амазоне – это биолюминесцентные грибы, способные светиться в полной темноте. Среди самых известных – майсина хлорофос и родственные ему виды. Эти грибы излучают мягкий зеленый свет, едва различимый глазом, но легко заметный при долгом взгляде в темноте. Биолюминесценция – это способность организма выделять свет в результате химической реакции. В грибах она осуществляется благодаря ферменту люциферазы, который взаимодействует с веществом люциферином. В отличие от светлячков, гриб не мигает, а светит постоянно. Они растут на гниющей древесине и активны преимущественно ночью. По одной из теорий, их свечение привлекает насекомых, которые помогают распространять споры. Другая теория – свечение может отпугивать хищников или служить внутренним часовым механизмом для координации роста. Удивительно, но такие грибы находили еще в XIX веке, однако только современные приборы позволили исследовать их на молекулярном уровне. И до сих пор многие виды остаются неописанными. Природа, как оказалось, способна зажечь свет даже там, где нет солнца. Но в некоторых случаях этот свет служит не только украшением, а смертельной ловушкой. Личинки-ловушки Представьте себе ночную чащу Амазонии. Тишина, и вдруг из-под земли начинают светиться десятки крошечных точек, похожих на звезды. Это не магия. Это светящиеся личинки хищных жуков, притаившихся в почве. Один из таких видов был описан в 2014. Он относится к семейству филкунов – элотередая. Эти личинки вырабатывают свет с помощью того же механизма, что и светлячки, но используют его иначе, как приманку. Они выстраивают из светящихся тел своего рода план. Точки света располагаются в виде дуги, создавая иллюзию безопасного прохода. Мелкие насекомые, привлеченные этим свечением, движутся к нему. И тут личинка мгновенно атакует. Это один из редких случаев, когда биолюминесценция служит орудием охоты, а не общения. Некоторые исследователи сравнивают поведение таких личинок с пауками, строящими сети. Но в этом случае сеть – это свет. Подобные организмы крайне сложно обнаружить, так как активны они только несколько часов ночью и только в сезон высокой влажности. Их жизнь – мгновение, но за это время они успевают оставить потомство и исчезнуть в темноте. Когда хищник превращает свет в оружие, это не магия, это эволюция. Хамелеон В самом сердце Амазонии водится лягушка, которую даже опытные исследователи могут не заметить в упор. Это не преувеличение. Вид под названием Prestimantis mutabilis или хамелеоноподобная лягушка способен не только менять цвет, но и текстуру кожи. Да, вы не ослышались. Текстуру – это крошечная, земноводная, способна за считанные минуты сделать свою кожу либо гладкой, либо бугристой, покрытой наростами, имитирующими мох или лишайник. Это свойство впервые было зафиксировано в Эквадоре, но обитает лягушка и в перуанской части Амазонии. Такая адаптация дает ей уникальное преимущество – она становится частью окружающей среды. Буквально. Сидя на куске мха или старой древесине, лягушка меняет не только окрас, но и форму тела так, чтобы сливаться с фоном. Даже в движении ее трудно различить. Механизм этого явления до конца не изучен. Исследователи предполагают, что в коже лягушки содержатся особые клетки, способные быстро изменять структуру эпидермиса – нечто, что ранее считалось невозможным для амфибий. Это открытие показало, что мимикрия – не только дело окраски. Это целый арсенал биологических инструментов, направленных на одно – выжить. И чем дальше наука углубляется в тропические леса, тем чаще она сталкивается с тем, что казалось невозможным. Но если одни скрываются, меняя себя, другие спасаются, меняя химический состав тела… Термальные черви… Амазония – не только гигантские деревья и дикие звери. В ее микроскопическом мире скрываются настоящие чудеса. Одни из них – так называемые экстремофильные микроорганизмы, обнаруженные в горячих источниках, подземных пластах и даже в гниющей органике. Один из таких видов был найден в термальных болотах Перу. Это аркея – древнейшие одноклеточные, напоминающие бактерии, но отличающиеся по структуре ДНК и способам выживания. Они способны жить при температуре свыше 190 градусов по Фаренгейту, в кислотных и соленых средах, где ни один другой организм не выживает. Эти микроорганизмы невидимы без микроскопа, но они играют огромную роль в экосистеме. Они разлагают органику, вырабатывают метан, участвуют в круговороте углерода. Благодаря им почва Амазонии остается плодородной, а экосистема – стабильной. Особенность термофильных архей в том, что они часто остаются незамеченными даже приборами. Они могут не выделять тепло или свет, не образуют колонии, как грибы или бактерии. И именно поэтому они долгое время считались невидимыми формами жизни. Но как только ученые начали исследовать их под микроскопами, открылось новое измерение – целый параллельный мир, скрытый под ногами. И этот мир гораздо древнее, чем мы сами. А вот следующий организм скрывается не под землей, а на поверхности. И защищает себя самым нестандартным способом. Жуки-химики Одним из самых поразительных открытий в джунглях Амазонии стал жук-бомбардиртовый представитель рода бракинус. Это маленькое насекомое, вооруженное настоящей химической лабораторией у себя в брюшке. Когда на него нападает хищник, жук мгновенно выбрасывает из тела смесь химических веществ, включая перекись водорода и гидрохинон. Эти вещества смешиваются в специальной камере внутри тела. Реакция происходит моментально. И наружу вырывается струя горячего газа с температурой до 212 градусов по Фаренгейту. Выстрел сопровождается щелчком, похожим на мини-взрыв. Это не только отпугивает врага, но и создает дымовую завесу, за которой жук успевает сбежать. Этот защитный механизм считается одним из самых совершенных среди насекомых. И при этом он абсолютно безопасен для самого жука. Ученые годами пытались понять, как тело насекомого выдерживает такую агрессию. Ответ кроется в уникальной структуре внутренних мембран, которые защищают его от жара и давления. Жуки-бомбардира водятся и в других частях света, но в Амазонии обитают особенно крупные и активные виды. Их поведение стало объектом изучения военных и инженеров. Как пример естественной инженерии, которую человек пока не может повторить. И пока одни стреляют кислотой, другие строят империи. Мурахи-рабовладельцы В джунглях все не так, как кажется. Даже среди таких привычных существ, как муравьи, встречаются социальные структуры, напоминающие человеческие, только куда более жестокие. Один из самых удивительных примеров – муравьи-рабовладельцы. Это вид полиэргус, известный своей способностью захватывать и порабощать другие колонии муравьев. Их метод – блицкрик. Специальные группы нападающих ворваются в муравейник другого вида, убивают королеву и уносят личинок. Эти личинки вырастают в новых рабочих, но уже служат захватчиком. Кормят их, чистят, строят ходы. Рабские муравьи даже не осознают, что они чужие. Химические сигналы, феромоны перепрограммируют их поведение. Самое шокирующее – это не выдумка. Это часть стратегии выживания. У муравьев, полиэргус, почти нет собственных рабочих. Вся колония держится на похищенных работниках. Исследования показали, что такие практики встречаются у десятков видов муравьев в Амазонии. Каждый из них нашел свой способ вербовать рабов. У одних – через химические вещества, у других – через прямой захват. Когда мы думаем, что жестокость – это удел человека, стоит взглянуть в муравейник. Иногда реальность куда циничнее, чем любое воображение. И в этом мире выживает тот, кто умеет не только брать силой, но и маскироваться под смертельную угрозу. Открытие века Каждый год в Амазонии ученые описывают сотни новых видов. За последние десятилетия здесь были найдены тысячи ранее неизвестных организмов – от рыб и лягушек до млекопитающих и микроорганизмов. В 2022 году, например, в районе Мадре-де-Диос обнаружено 27 новых видов, включая амфибийную мышь, уникальную белку, колючую мышь, а также десятки новых видов бабочек, амфибий и рыб. Но цифры – это только вершина айсберга. По оценкам специалистов, до 80% живых существ Амазонии еще не описаны. Они живут, дышат, взаимодействуют с миром, но остаются вне поля зрения человека. Они невидимы, пока наука не научится их видеть. Именно поэтому каждый новый поход в джунгли – это шанс изменить представление о жизни. Каждое движение в траве, каждое странное пятно на коре дерева – возможно, это не просто тень, это сигнал. Зов. Напоминание о том, что мы все еще слишком мало знаем. Человек – гость в этом мире. И чем глубже мы проникаем в лес, тем яснее становится. Настоящие хозяева планеты могут быть совсем не теми, кого мы привыкли видеть.